И вот, что мы видим сейчас на фотографии, из Джанкоя сообщают, что граждане Украины, которые выходили в Крым из-за безысходной ситуации в Мариуполе, столкнулись с предвзятым отношением со стороны представителей крымской власти. Вот те люди, которые были в Крыму, знают крымчан, ну, на такое точно никак не могут купиться, но, тем не менее, фейк есть, да, и на кого-то он рассчитан. Безусловно, давайте узнаем, что же на самом деле сейчас происходит в Крыму, в городе Джанкоя, потому что у нас сейчас на связи Жанна Хмур, первый заместитель главы администрации Джанкоя. Жанна, здравствуйте. Какое количество беженцев уже прошло через Крым и через вот этот пункт временного размещения? По городу Джанкоя могу уже сообщить, что более полутора тысяч людей уже прошли через пункт наш. С начала работы этого пункта, а начали мы работать с 26 февраля этого года, граждане, которые поступали в пункт пребывания, расположенный был тогда, кстати, по этой фотографии на базе средней школы, одной из школ города Джанкоя, значит, уезжали они всегда только со словами благодарностями, со словами, со слезами на глазах. Вот, кстати, вот один из кадров, вот эти вот люди, это тепло, они нас благодарили за тепло, за тот радужный прием, который был создан в этом ПВРе. Для них создаются все достойные условия, достаточно, значит, это и питание, однозначно, это медицинская помощь, психологическая помощь, ну и наше расположение, соответственно. А какая дальнейшая судьба этих людей, куда они направляются? Многие из них, как бы у граждан есть родственники, они едут к родственникам, то есть в пункте временного пребывания они делают необходимые документы и проезжают дальше, если есть родственники, туда. Но есть и граждане, которым, конечно, нет родственников, тогда здесь мы организуем уже централизованно, отводим их вот сейчас по Крыму. Огромное вам спасибо за эту работу, всего вам самого доброго. И, конечно, история была бы неполной без истории человека, который вынужден был стать беженцем. И с этим человеком мы прямо сейчас и поговорим, узнаем, в каких условиях сегодня живут беженцы с Украины и как их принимают крымчане. И слов того человека, который оказался в этой ситуации. Елена сейчас с нами на связи. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, я хочу сказать, что даже себя я узнала. Это восьмая школа. С самого начала я там тоже находилась. Хочу сказать, что человек – это однозначно, потому что как раз там, где я разговариваю с журналистами, я выражала огромную благодарность всем, кто принял участие лично в моей ситуации. И женщина там сидит за столом, она очень плакала и всех просила людей мира беречь хлеб. Вот как раз вот этот кадр, там темненькая женщина с девочкой, она на камне, почему-то это не говорят, а она именно тоже благодарила и молила людей беречь хлеб. Не золото, а хлеб и воду. Вот как раз вот эти вот кадры. Словник, а я передавала благодарность людям, начиная с Симферополя. Те, кто встретили нас, отправили на Джанкой за свой счет, помогали материально и морально. Здесь вообще встретили замечательно. Вся помощь медицинская, питание. У меня даже телефоны, люди поставляли свои телефоны. Мы работники, работники, чтобы потом, когда я перееду на материк, с ними связаться. Если я здесь вот сколько нахожусь, по 300-400 человек в день проходит. В основном беженцы из Мариуполя. Они все сами знают, кто их обстреливает. Они же не текали бы, да, к врагу. Они здесь все, почти все мариупольцы, все здесь. Субтитры сделал DimaTorzok